и первое с чего нам нужно начать чтобы разобраться в настройках компонента это создать вообще категории вот категории там где будут размещаться объявления я буду создавать категории по аналогии демо примера вы можете сразу создавать для себя какие-то свои категории и чтобы все было красиво также с иконочками это обычная png иконка я буду использовать именно такие же я скачал прям с этого сайта вы можете использовать любые другие желательно одного размера подобрать в интернете эти иконки или сделать их самому это png иконка и сразу хочу создать папку для иконок сразу иконки все загрузить на сайт заранее для этого я перехожу в медиа менеджер создам специально отдельную папку для иконок создать новый каталог название на английском языке назову категории создать каталог вот категории значит все изображения будут храниться здесь у меня выбираю и загрузить выбрать файл с компьютера выбираю свои иконки с компьютера выделил все иконки которые мне нужны и нажимаю открыть 15 иконок получается нажимаю загрузить и так все иконки загружены у меня в отдельную папочку чтобы все было по полочкам чтобы ничего не потерялось дальше мы переходим с вами здесь же классы fields чтобы создать категории самая первая здесь плитка категории заходим изначально у нас ничего нет и нажимаем здесь создать первое имя файла то есть это название категории у меня первый будет сельское хозяйство но это я буквально машинный перевод в общем все что связано с сельским хозяйством чтобы люди могли размещать объявление туда тестовый сайт сейчас поэтому особо не важно это альяс уникальное имя прописывать не надо автоматически она представляется изначально сейчас цену восстанавливать восстанавливать не будем поставим бесплатно то есть это будет нас получается бесплатная категория вы должны понимать что какие-то категории у вас будут бесплатные а потом какие-то будут для платного размещения это хорошо ну в данном случае я пока буду делать все бесплатные соответственно какие-то моменты мы будем с вами сейчас опускать так как чтобы не не загрузить чтобы было все понятно цена в баллах пока не буду это объяснять мы когда дойдем именно до баллов до настройки баллов мы сюда вернемся поэтому некоторые поля которые сейчас не обязательно их можем оставить пустыми дальше родительская категория но это главная категория опубликовать стоит да то есть она у нас будет опубликована разрешить добавлять объявление в эту категорию или запретить естественно разрешить автоматическая публикация опять же более детально рассмотрим глобально это значит из глобальных настроек да нет то есть автоматическая публикация если поставим нет то объявление сначала будет попадать вам на модерацию оставим пока глобально тема то есть эта тема по умолчанию или можно принудительно клин сделать или джем линк давайте оставим пока по умолчанию тип схемы mp пока оставляем также продукт без изменения описание для категория соответственно пишите описание если нужно я напишу описание категории чтобы вам показать где это будет отображаться у нас имеется у категории дополнительные вкладки дополнительные поля а соответственно у каждой категории будут свои уникальные поля о которых мы поговорим позже мы создадим а дальше ограниченный доступ не так давно появилась опция доступ только для совершеннолетних стоит по умолчанию ограничено опять же будем детально разбирать это позже сейчас нам нужно просто наполнить наш каталог категориями необходимыми дальше просмотр ограничения доступа и здесь группы пользователей publish гость регистра зарегистр зарегистрированный special специальные и супер юзер это мы как администраторы соответственно если какая-то там группа будет после 18 лет то здесь можно будет выбрать ограничено и выбрать уровень пользователей который то есть зарегистрированные пользователи который будет иметь доступ к этой категории также здесь есть опция просмотра информации об ограничении доступа объявлений также можно быть группу пользователей то есть людей которые относятся кто или иной группе так скажем добавить ограничение доступа и нам говорится пожалуйста сохраните категорию для создания ограничения доступа сейчас посмотрим параметры публикация мета описание обязательные поля это для поисковых систем это seo нельзя оставлять по поля пустыми мета заголовок то есть в принципе можно взять этот же заголовок или прописать какой-то подобрав через яндекс вордстат какой-то ключевой запрос ключевую фразу небольшой до 2 там три слова мета ключевые слова ключевые слова пишут через запятую например сельское хозяйство запятая и все что связано с сельским хозяйством можно здесь перечислить а мета описание несколько предложений уникального текста описывающие данную категорию обязательно заполняем мета робот не трогаем и вкладка изображения как раз таки те иконочки о которых я говорил мы с вами иконки уже загрузили в папку а на самом деле здесь не предоставляется выбор папки именно с самой джум и да у нас открывается окно сразу загрузки с компьютера но ничего страшного выбираю иконку значит данной категории открыть давайте нажмем сохранить вот видите как алиас прописывается автоматически если мы с вами закроем здесь у нас появилась первая категория соответственно на сайте пока ничего нет потому что мы с вами еще ничего не вывели чтобы хоть какая-то здесь была картина что-то было уже интересного на странице нам нужно наполнить категориями да то есть как в демо примере соответственно я сейчас ставлю на паузу и заполню все необходимые категории я не буду это показывать потому что это все делается по аналогии как сейчас вы видели я создал первую категорию поэтому создав создавайте все них необходимые категории которые вам нужны по аналогии и так я создал все необходимые категории сейчас вы видите как это выглядит у меня таким списком я хочу чтобы вы знали что при желании можно создавать подкатегории то есть какие-то категории сопутствующие к возможно каких-то товаров как это делается например либо создаем новую либо вот у меня две верхней категории например велосипеды пускай быть подкатегории к сельскому хозяйству ну просто для примера вы просто в самой категории назначаете родителя родительская категория на вкладке редактировать и здесь все ваши будут категории вот сельское хозяйство если выбираем сохранять и закрыть то опыт категории появляется здесь такой прочерк это говорит о том что это подкатегория и вот здесь вот так же это помечено сельское хозяйство является родителем после создания всех категорий конечно сразу хочется нам посмотреть как это будет на странице на главной странице как вот здесь у нас в демо с картиночками как здесь все это выглядит давайте посмотрим